На фоне всего происходящего хочется рассказать про что-то легкое и радостное. Анимация детских рисунков от Meta AI Research. В народном хозяйстве маловероятно, что пригодится, но дети точно будут в восторге. Значит, с помощью опять же нейросетей, которые вскоре уничтожат наш мир, здесь можно анимировать детские рисунки. Примеры рисунков перед вами. К сожалению, изображенные существа должны обладать руками и ногами. Ну или чем-то напоминающим руки и ноги. Тут нет широкого веера возможностей по позе персонажа. Вот такое народное творчество. Я, кстати, неплохо рисую, просто непосредственно эта лягушка стилизована под детский рисунок. Соглашаемся, выделяем рамкой. И дальше можно чуть-чуть подровнять. Ластик и размер ластика. А вот тут чуть-чуть уберем. И скелет. Тут пример, как должно быть, но вроде и так понятно. В принципе, кстати, это классическая анимация по костям, ну или по скелету. И нейросеть просто помогает заполнить стыки, которые часто появляются при костной анимации, например, в After Effects. Ну и все. Эффект сноук сшибательный. Здесь референсы движений. Циклы короткие, но если сильно постараться, можно даже составить какой-то осмысленный эпизод из нескольких циклов. Разбито по категориям. А вот это фани. А это проходки. Смешно, да. Готовый результат непосредственно отсюда не скачивается. Можно скопировать и отправить кому-то ссылку. А если вы хотите и видите в себе силы на последующий монтаж, например, из нескольких циклов, то можно развернуть изображение, правая кнопка мыши и сохранить как. Он сохраняет вам P4. Ну и, собственно, все. Давайте еще загрузим вот такого кота. С ним будут проблемы. Видите, он какие-то части не выделил. Ну, рисунок для него непонятный, с незамкнутыми линиями, и на выходе поэтому мы получаем вот такую странную сломанную геометрию. Решается просто ластик и кисть. Так, наоборот. Да, кисть. То есть добавить выделение. И ластиком теперь подберем лишнее. А вот такой вот код. Немного, правда, со сломанной ногой, но ничего не поделаешь. Я говорю, в народном хозяйстве это сложно использовать. Хотя, если продумать персонажа, сделать несколько заходов, можно даже добиться какого-то вполне сносного результата. Мне кажется, даже такую анимацию в After Effects делать часов шесть. Это при том, что вы имеете опыт работы с костями в After Effects. И опять же, мы стоим в начале пути. Если такое уже выкладывают бесплатно в открытый доступ, можно только гадать, что происходит сейчас в нейросетевых лабораториях Дисней. Ничего про это не знаю, но уверен, что работа кипит. Ну а этим уже можете пользоваться. Поверьте, дети будут в восторге. Есть такой замечательный фильм «Солдат и слон». На мой взгляд, один из лучших фильмов о войне. Вот я сейчас сделал этот скринкаст и как будто в фильме побывал. Хотя там война уже закончилась, а у нас еще идет, но посмотрите. Простая мысль, чистая. Ну и фрунзик опять же. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и теплейца социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok